В Москве 20 часов 3 минуты и 32 секунды. Это радиофенам FM, частота 99,6. До выборов мэра Москвы и губернатора Московской области, которые пройдут 8 сентября, осталось уже меньше месяца. Если точнее, то 22 дня, я вот посчитал перед эфиром. То есть совсем немного времени. Эта тема сегодня, наверное, самая популярная, и объясняется это достаточно просто. Во-первых, это столичный регион, и этим все сказано. Во-вторых, здесь живет около 20 миллионов, если брать в расчет. Я думаю, что больше. Реально больше. Даже больше. Если считать 16 плюс 7, значит 23. Даже больше 20 миллионов человек. Естественно, за выборами мэра Москвы и губернатора Подмосковья будут следить и жители всей остальной России. И, конечно же, к этим выборам приковано внимание всех политических сил страны без исключения. Как пройдут эти выборы? Чем они могут закончиться? То есть, кто победит, кто проиграет, каковы особенности этих выборов, и кто будет следить за тем, чтобы эти выборы были чистыми, а результаты честными. Вот об этом мы и будем говорить сегодня подробно. Это программа «Искусство возможного» в студии Роман Бубаян. Добрый вечер. Говорить о выборах в столичном регионе мы будем с нашими гостями, которые сейчас находятся здесь у нас в студии. Я их сейчас представлю. Это Дмитрий Орлов, член общественной палаты России, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. И Алексей Чадаев, генеральный директор аналитического центра «Московский регион». Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Перед тем, как начнем нашу беседу, я еще хочу напомнить нашим слушателям телефон, по которому они могут позвонить в нашу студию и задать вопросы мне или нашим гостям. Итак, телефон 6510-99,6, ну и код Москвы 495-495. Ну, теперь можем начинать. Дмитрий, хочу начать с вас. Ну, давайте так, вот сразу попробуем все точки надыра ставить. Скажите, в чем особенность этих выборов, кто фаворит и почему? Мы сейчас о каких выборах говорим? О выборах и в Москве. Нет, я имею в виду Москву и Московскую область. Ну, фавориты очевидно. Здесь трудно, так сказать, открывать Америку. И в обоих случаях это действующие временно исполняющие обязанности, соответственно, мэра Москвы Собянина и губернатора Московской области Воробьев. Причем, если подмосковные выборы так уж получилось полностью, лишены интриги, да? То есть там те кандидаты, которые являются миноритарными по отношению к Воробьеву, они, ну, собственно, не представляют никакой угрозы, да? То в случае с Москвой интрига существует. Интрига эта заключается в том, собственно, удастся ли Ивану Мельникову догнать Алексея Навального, собственно, кто будет вторым, а кто третьим на этих выборах. И в этом вся интрига? Я думаю, что все-таки в этом, потому что та динамика, достаточно высокая, кстати, волатильность. Вот если, значит, Комконовский рейтинг смотреть, волатильность высокая. Если смотреть рейтинги в ЦОМ и ФОМ, то невысокая, да? Но в любом случае второй тур мне и на московских выборах мне также представляется маловероятным. Но интрига там есть, интрига связана с битвой за второе место. Компартия его просто так не уступит, на мой взгляд. Это принципиально для Компартии? Ну, принципиально и потому, что она сейчас представлена в Московской городской думе, а есть угроза того, что, так сказать, там после этих выборов печально, допустим, закончившихся, она может быть не представлена, либо представлена в намного худшем варианте. И потому, что есть агитационные сети, и они традиционно развертываются к финалу кампании, я имею в виду КПРФ, а у Навального, напротив, был некий выстрел в начале кампании, а потом, так сказать, происходит стабилизация рейтинга. И потому, наконец, что... Это называется стабилизация рейтинга. Стабилизация. То есть вначале выстрел, потом стабилизация. Стабилизация, да. Я просто для слушателей сейчас попробую жесты писать. Вначале выстрел, так, рука вверх, а потом рука вниз стабилизация. Потом рука вниз стабилизация. Нет, но есть другие оценки, они показывают, что тот же Комкон показывает, что у Навального растет рейтинг. Но в ЦИОМ и ФОМ этого не показывают, он стабилен на 9%, так сказать, так и идет. Вот, и я имею в виду рейтинг Навального. Ну так вот, и я думаю, что в конечном счете, я не разделяю того прогноза, который существует, который построен в ЦИОМ, о том, что Навальный получит 13%, а Мельников 6,5%. На мой взгляд, разрыв будет меньше, примерно 11,8%. Это если говорить о сегодняшних тенденциях. А вообще-то говоря, если Компартия будет работать активно, то Мельников может Навального и обойти. Вот так вот даже. Может. Хорошо, я понял, да. Алексей, вот теперь такой вопрос вам. Это я обращаюсь к Алексею Чадаеву. Вы согласны с тем, что только что сказал Дмитрий, что в Московской области никакой интриги нет, в отличие от Москвы? Ну, и причем в Москве тоже интрига такая вот странная, да? То есть она связана только со второй позицией. То есть первое место у Собянина однозначно. В Московской области у нас что? Ну, в Московской области мы столкнулись с тем, что кандидаты оппозиционные вообще не ведут кампании. Полное ощущение, что они заявились на выборы просто для того, чтобы поучаствовать. Нет развернутых штабов, нет агитационных сетей, нет никаких попыток как-то поучаствовать вообще в ходе кампании. Вы сейчас про каких, вот давайте уточним, про каких конкретно представителей оппозиции вы говорите? Ну, там уже идет тоже и Черемисов от Компартии, если кто-то его еще помнит. И Гудков, от шести партий, в которых он состоял. Так, так, так. И от ЛДПР там идет этот ЭКО. Максим Шенгаркин. Да, вот, так что там, в принципе, набор-то кандидатов есть. Ну вот, я вас перебью, простите. А можно я подтвержу слова Алексея иллюстрации? У меня наблюдатели, поскольку мы осуществляем наблюдение за избирательной кампанией Московской области с точки зрения законности, присутствовали на встречах со избирателями Гудкова и Шенгаркина. Во-первых, они действительно были откровенно малочисленными, то есть буквально несколько человек, три человека, шесть человек, смешно. На синий миллионный регион. Да, и при этом эти люди не раздавали агитационную продукцию. То есть даже вот этим трем людям, пришедшим, они не имели возможности раздать буклет. Но может быть еще не вечер? Ну какой вечер? Ну подождите. 22 дня осталось. Хорошо, не, но все равно, все равно. 22 дня, на самом деле, там за 10 дней можно мир изменить. Вот смотрите, Алексей, вы говорите по поводу оппозиции и при этом называете имена, с которыми очень многие наши слушатели не согласятся, что эти люди являются представителями оппозиции, за исключением Гудкова. Теперь вот давайте по поводу Гудкова. Он же уже сделал, неоднократно делал заявление о том, что ему мешают нормально вести, собственно, свою компанию, что бизнес, который мог бы, допустим, финансировать его компанию, боится это делать. Это его официальное заявление, что они не помогают ему деньгами, потому что они боятся последствий, боятся завтрашнего дня и так далее. Может быть в этом проблема? Ну, Гудков в прошлом видный единоросс всю жизнь избирался на админресурсе. И даже сейчас в этой компании были некие признаки, когда было решение Воробьева помочь ему со сбором подписей, то тут же немедленно пошли звонки муниципальным депутатам из штаба Гудкова. Люди представлялись от штаба Воробьева и спрашивали депутатов, как там они, подписали уже или нет. То есть это действительно человек, который привык выбираться при тотальной поддержке админресурса. И даже перейдя в стан противников, он, собственно, отсутствие этой поддержки воспринимает, как мне мешают, мне не дают. То есть самостоятельно вести какую-то компанию не в состоянии. Да. Я понял. Друзья, еще такой вопрос. Я хочу сказать, что у нас есть уже люди, которые дозвонились к нам в студию, но я попрошу их подождать еще немножечко. У нас, я хочу выяснить такой момент. Вот смотрите, если с выборами, допустим, на которые идет Алексей Воробьев, все понятно, потому что был Сергей Воробьев, все понятно, потому что был Сергей Шойгу, а потом Шойгу становится министром обороны, исполняющим обязанности делают Андрея Юрьевича Воробьева. Здесь все ясно. А вот я хочу все-таки понять. Уже неоднократно этот вопрос поднимался и уже, я не знаю, несколько месяцев пытаемся на этот вопрос ответить. Все-таки, может быть, кто-то из вас знает точный ответ. Зачем все это нужно было Сергею Собянину? Я думаю, что ему нужна легитимная власть. Что такое легитимная власть? То, что он назначенный, допустим, мэр города Москвы, это что, нелегитимная позиция? У меня есть версия. Я думаю, что легитимность... Я закончу. Я думаю, что легитимность получена на прямых выборах выше. И она позволит Собянину, так сказать, нормально, в том числе, нормально выстраивать власть и быть нормальным лидером списка, допустим, на выборах в Московскую городскую думу, которая состоится в 2014 году. Будучи назначенным мэром, он бы эту вертикаль нормально, долговременно, вряд ли выстроил бы. Да, пожалуйста, теперь, Алексей Ваш. Там дело в следующем. Если бы выборы в Мосгордуму состоялись до выборов мэра, то выборы мэра прошли бы много труднее. Потому что вот как раз на Мосгордуме был бы просто гайд, гей, парад всякого разного. Все, кому не лень, вся политтусовка Москвы выставилась бы в тех или иных черемушках в депутаты Мосгордумы. И Веселуха была бы не как сейчас с одним Навальным, а вот такие разнообразные подвальные были бы, в принципе, в каждом муниципальном районе Москвы. И, конечно, после вот эдакой свистопляски, ну, наверняка результат был бы точно хуже у партии власти, чем он был в эпоху Юрия Михайловича Лужкова, когда там 90, что ли, 2% получили. Было, было. Да. Вот, и естественно... Нет, Лужков никогда не получал депутаты. Нет, нам в выборах Мосгордума, Единой России. Мосгордума, а, в Единой России было, да. Взяли всех одномандатников и... Было, было. ...то самое, по спискам тоже получили какой-то таджикский процент. Вот, и, разумеется, результат был бы хуже, и это был бы такой мотив. Смотрите, власть-то слабеет, смотрите, оппозиция-то усиливается, и на этом фоне входить в мэрскую кампанию, ну, в общем-то, так себе удовольствие. А уже когда с мэром все понятно, уже когда мэр выиграл, ну, в сущности, какая там, по большому счету, разница, как пройдут выборы в Мосгордуму? Они становятся просто таким дальнейшим развитием уже стратегии нового избранного мэра, вот, по, там, нормализации, демократизации и так далее. То есть, получается, что выборы потом в московский городской парламент, ну, это уже так формальность, что ли? Нет, не формальность. Они просто уже проходят под эгидой Собянина, и какой бы ни был результат по партиям, на них бы победил Собянин. И Собянинская стратегия вот по вот этой самой демократизации, типа, всех допускаем в публичное поле. Понятно. Дмитрий, а как вам вот такое мнение, которое высказывалось неоднократно, что Сергей Собянин принял это решение только для того, чтобы на равных говорить с Воробьевым, который будет избран? Нет, мне это кажется, так сказать, мало заслуживающим доверия соображениям, и потому что, все-таки это разные по масштабу и по значению политические фигуры, и потому что, скажем, для москвичей диалог с Московской областью, он, в общем, в социологическом смысле не так значим. То есть, это проблема не того уровня, чтобы она электоральное значение имела. Вы согласны с этим, Алексей? Это может быть так для москвичей, но это совершенно точно не так для жителей Подмосковья. Для которых, конечно, огромная часть проблем так или иначе относится к Москве, и для них московское начальство это тоже очень важные люди для принятия решения об их жизни и деятельности. Мусор вывозится из Москвы в Подмосковье, дачи находятся в Подмосковье, пробки это на дорогах из Москвы в Подмосковье и обратно. И в этом смысле, как раз парадоксальным образом, совершенно новое качество приобрела компания в Подмосковье, когда параллельно с ней пошла вторым темпом и компания в Москве. Это получился полномасштабный разговор о будущем всего большого московского региона. Теперь у нас звонок на линии Владимир. Алло, Владимир, добрый вечер, мы вас слушаем. У меня к вам вот такой вопрос. Я наблюдаю за демократизацией России с момента установления нового, то есть в 90-е годы. И вот сравниваю. В 90-е годы были общественные какие-то объединения или даже партии, которые ввели выборную программу своих кандидатов. В том числе информацию населения в виде листовок там, в виде наклеек всевозможных и так далее. Сейчас партий, как таковых, нету. Значит, вот эта Единая Россия, она фактически номенклатурная партия. А номенклатурщики клеить бесплатно за идею никуда никто не пойдет. Они наймут таджиков, к примеру, как мы видели на предыдущих выборах, когда таджики прибегали и расклеивали того или иного кандидата, который предлагала Единая Россия. То есть это не демократия абсолютно. Владимир, а как вы относитесь к коммунистам? Их можно считать партией? А вот коммунисты, да. Значит, партии все-таки есть. Уже как минимум одна, да. Но, понимаете, но... Еще одна. Но, алло. Да-да-да, мы вас слушаем, да. Но, понимаете, фактически альтернативы коммунистам нету. Хотя я не сторонник абсолютно. Мне их идеи не нравятся. Вот, значит, они уведут нас обратно в нищету и в отсутствие инициативы. Значит, и, понимаете, вот они единственные, да, они единственные, которые расклеили такие маленькие, совсем еле заметные листовки. Как вы помните. Вы знаете, Владимир, вот... Хотел бы возразить. Да, пожалуйста. А я хочу еще можно еще докончить. Значит, скажите, пожалуйста, вот встреча с кандидатами. Значит, она не афишируется. Вот я сегодня слышал, что, оказывается, была сегодня встреча того или иного кандидата с избирателем. Пришло три человека. Это ваши слова. Которым даже листовки раздать не сумели. Вот я цитирую вас почти. Вот, понимаете? О том, что это встреча, кто из населения знает? Никто. Интересно все-таки. А вы обратите внимание. Вот нету информации. Позиция ясна. Это массовая информация. Позиция ясна. То есть вы хотите сказать, что о выборах, которые у нас будут проходить 8 сентября по всей стране, в том числе в Москве и в Московской области, знает считанное количество людей. В Москве и в Московской области в частности. Я правильно вас понимаю? Мне кажется, что он, наверное, все-таки не совсем все так. Это бюллетень с Мельниковым. Она первая, между прочим, еще до Собянина была разложена в ящике. Еще 6 августа я лично видел. И она была распространена тиражом 2,5 миллиона экземпляров. Это большая, хорошая газета, двухцветная. Поэтому к вопросу о том, что у Компартии нет агитационных сетей, или нет возможности раздать свою продукцию, или то, что у них нет денег, или то, что у них нет возможности, это все смешно. У них это есть, они эти сети задействуют. Именно поэтому я говорю о том, что интрига выборов, кто будет на втором месте, она сохраняется. При всей некоторой бесцветности, аморфности Ивана Мельникова, здесь не в Мельникове дело, а в активности этой организации. А что касается таджиков, то на выборах в Химках, например, таджики как раз клеили листовки за оппозиционных кандидатов. Я вот это вживую наблюдал, за Митволь клеили. Именно что наняты бригады таджиков. Я что-то не видел таджиков, которые бы клеили что-нибудь за Собянина или за Воробьева. Да, все понятно, друзья. Сейчас мы вынуждены прерваться. Вернемся в эту студию через несколько минут. Еще раз добрый вечер. Это программа Искусство возможного. Радиостанция Финам-ФМ. Частота 99,6. В студии Роман Бубаян. И мы с нашими гостями говорим сегодня о выборах в московском столичном регионе, в Москве и в Московской области. Телефон в нашу студию. 6510-99,6. Код Москвы 495. Можно сюда позвонить, задать вопрос нашим гостям. Это Дмитрий Орлов, член Общественной палаты России, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций, Алексей Чедаев, генеральный директор аналитического центра Московский регион. Мы продолжаем. Дмитрий, а вот скажите мне, пожалуйста, не кажется ли вам, что Сергей Собянин, когда принимал решение идти на выборы именно сейчас, он все-таки рисковал? Потому что вот смотрите, что происходит. Он проводит в Москве целый комплекс реформ. Причем эти реформы, на самом деле, вызывают огромное число разных эмоций. Ну вот смотрите, запрет на точечную застройку недовольные появились среди крупного бизнеса, людей, которые строили непосредственно в Москве. Дальше. Он сносит палатки в районе станции метро. Это уже средний малый бизнес. И это опять недовольные, согласитесь, да? После этого он вводит выделенные линии, а это уже огромное количество недовольных среди автолюбителей. Он вводит выделенные полосы для общественного транспорта. Он вводит платные парковки в центре города. Это опять недовольные. И вот на этом фоне он говорит о том, что я иду на выборы. Он уверен 100% в результате победном? Ну, естественно, риск благородное дело, но риск тоже просчитан. Я думаю, что решение принималось с Собяниным осознанно. А что касается оценок, мы делали, например, большое, так сказать, модельное исследование, которое показало, что вот эти протестные группы существенным образом на итоги выборов не повлияют. И это так и произошло. А кроме того, были исследования социологические, и есть сейчас, и они показывают абсолютное сохранение абсолютного доминирования Собянина в избирательной кампании. Несмотря на эти вещи, которые очень многие называют непопулярными. Несмотря на это, несмотря на очень жесткую агитационную кампанию Алексея Навального, все равно рейтинг Собянина по данным в ЦУМ, вот недавно обнародованным, это 53-55%, все равно Навальный 9% и, так сказать, остальные кандидаты там существенно меньше. Я, кстати, думаю, что то, что Навальный непосредственно занялся обнародованием компрометировающих материалов против Собянина, это ошибка технологическая. То, что лично он этим занимается. То есть, ну... Он так не считает. Большинство, он так не считает, но большинство граждан, они консервативно настроены, всегда, везде, в Москве в том числе, и они не примут кандидата, который должен быть чист с точки зрения того, что... Короче говоря, это должно было исходить от его штаба, от каких-то близких... От кого угодно, но не от него лично. Но не от него лично. Это была большая ошибка технологическая. Вот скажите, вот если мы говорим о Навальном, допустим, и о Собянине, как вы думаете, москвичи, когда придут на избирательные участки, они будут четко понимать, что им нужен человек, который может управлять таким сложным организмом, как город? Или же они будут все-таки руководствоваться с какими-то другими соображениями? Конечно. Что бы ни предпринял Навальный, он всегда остается в жанре обличителя, трибуна. Это тот жанр, в котором действует господин Шейн, бывший кандидат в мэры Астрахани. Это господин Ройзман, ныне баллотирующийся на пост главы Екатеринбурга. У них очень ограниченная всегда сфера. Может быть, достаточно существенная, но ограниченная. Это люди, за которых голосуют, потому что они могут мобилизовать протест, быть чем-то недовольными и так далее. Основная часть голосует за мэра-управленца. И общественный запрос практически везде, в том числе в Москве, он на такого мэра-управленца и есть. Человек, который выступает с разоблачениями и публикует компрометирующие материалы, в этом жанре по определению выступать не может. А Навальный мог действовать по-другому. Он, в принципе, мог расширять свой электорат за счет более респектабельных групп. Вот сейчас этими разоблачениями он эту себе возможность в значительной степени отрезал. Отрезал. Все понятно. Алексей, вот смотрите, вот то, что я сейчас перечислял, когда задал вопрос Дмитрию, в принципе, относится в какой-то мере и к Воробьеву. Вырубку запретили в Московской области. Было сделано заявление, что теперь, если деревья и будут рубить, то только исключительно для того, чтобы, собственно, очистить леса от сухостоя. Санитарная вырубка. Санитарная вырубка. Совершенно верно. Это породило недовольных среди тех, которые делали огромный сумасшедший бизнес на строительстве жилья в Московской области. Мы это прекрасно знаем. С полигонами. Было заявлено с мусорными полигонами, что они будут закрыты. Это тоже сумасшедшие деньги. То есть недовольные тоже есть. Воробьев уверен 100% в результате? Ну, как раз. Люди, извините, я просто расширюсь сразу по ходу. Ведь люди, да, на чьи интересы, собственно, удар по чьим интересам он нанес. Это люди влиятельные. Это люди с большими деньгами. Это люди со связями. А Воробьев, допустим, и Сергей Шойгу, это две разные фигуры. А Шойгу мог спокойно вызвать к себе на беседу мэра Химок или же говорить самоделом из Балашихинский, глава района. И те по выходу из кабинета Шойгу пишут заявление по собственному желанию. Воробьев сейчас делает ровно то же самое. И тоже пишут заявление. И тоже пишут, совершенно верно. Но потом, ему же все-таки нужно будет работать с теми главами администрации, главами районов, главами городов, которые сейчас, может быть, его как-то и боятся, но потом они могут каким-то образом палки в колеса вставлять. Нет, это тоже люди влиятельные. Тут есть один нюанс. Дело в том, что все эти решения и по свалкам, и по рынкам, и по охране лесов, и по строительству дорог, это все решения, которые получают поддержку большинства. То есть Воробьев, может быть, и не Шойгу, в смысле аппаратного веса пока что, но, конечно, вот именно такую низовую популярность у жителей Подмосковья, он, конечно, этими решениями, всеми которыми вы перечислили, заработал. Потому что людей раздражает тот очистная застройка и, соответственно, вырубка лесов. Люди не хотят жить рядом со свалками. Это очень много людей, кто не хочет. Люди не хотят, чтобы рынки превращались в общежития для нелегальных мигрантов. И, в принципе, все решения Воробьева, они, в общем, создали ему вот именно такую достаточно массовую поддержку. То есть в его социологии. То есть опирается непосредственно на население. На население, да. И он именно, по сути, от лица населения может говорить с главами с позиции силы. То есть дело не только в том, что у него есть мандат от Путина и вот этот унаследованный флёр Шойгу, но и поддержка граждан. То есть если какие-то главы будут артачиться, то они будут иметь дело с собственным населением. А популярность большинства глав, в общем-то, оставляет желать лучшего в Московской области. Ну, вообще проблема и технологическая задача для Воробьева одновременно проблема и задача в том, что, конечно, главы на муниципальном уровне выборные. И это отличает Московскую область и от Москвы, и от многих других регионов. Это значит, что... Они самостоятельные практически фигуры. Да, да, да. И поэтому для меня, например, тот рейтинг, та поддержка, которую Воробьев сегодня обладает, во многом удивительно. Потому что ведь область, она фрагментарна, она состоит из разных интересов экономических, она состоит из разных групп населения. Там те, кто ближе к Москве, одни, так сказать, интересы, те, кто дальше, там другие. Но там есть множество других критериев и, значит, и сюжетов. Так вот, и факторов. Так что это во многом удивительно. И, в общем, очевидно, это свидетельствует о определенных политических способностях и о грамотном политическом выборе, который сделал Воробьев. Принимайте решение, которое сейчас вы обсуждаете. А как вам заявление соперников и Сергея Собянина, и Андрея Воробьева о том, что они ведут предвыборную кампанию нечестно, используя административный ресурс? Ну, видите, трудно, мне кажется, упрекать и Собянина, и Воробьева в том, что они используют административный ресурс, хотя бы потому, что главные, на сегодняшний день, главные оппоненты Собянина и Воробьева участвуют в кампании благодаря этим политикам. Речь идет... Я понимаю, да. Да, о Навальном и Гудкове, так сказать, о подписях муниципальных депутатов. И вся принципиальность Навального, да, не помешала ему взять подписях муниципальных депутатов от, так сказать, Единой России. И взять штаб людей, которые очень долго, до последнего времени работали на департамент транспорта в Москве. Ну, это Господин КАЦ, да, имеется в виду. Ну, да, есть. Так что здесь это обвинение, мне кажется, мало адекватным. Мы сейчас, значит, вот общественный совет, честный выбор в том числе, да, я возглавляю такую структуру, создали коалицию наблюдателей за выборами. Мы приветствовали те действия, значит, штаба общественного, которые в Москве созданы. Здесь наблюдением за выбором будет господин Венедиктов. Заниматься человек, пользующийся, естественно, общественным доверием и доверием интеллигенции. А в Московской области у нас развернута большая сеть, у нас там 30 групп наблюдателей, у нас международные наблюдатели будут участвовать. Ну, много чего, так сказать, значит, много... Об этом будем говорить подробнее, да. Много чего делается, но так вот, я вам тоже сказать, что не видим мы административного ресурса. Достаточно чисто проходит избирательная кампания. При этом уровень области, он по степени частоты, конечно, выше, чем уровень муниципальный. Потому что параллельно же проходят другие кампании, не только же есть кампания по выборам губернатора. Я понимаю, у нас звонок. Евгений, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Да-да-да, мы вас слушаем, слушаем, Евгений, вы в эфире. Мне бы хотелось чего сказать. По Московской области... Да-да-да, слушаем. Естественно, Воробьев бесспорно пойдет вперед, и я за него тоже буду голосовать. А почему? Вот сразу вам вопрос. Почему будете голосовать за Воробьева? Ну, потому что, все-таки, по его делам, вроде бы, порядочный человек. Ну, вот единственное чего, по Сергию, по саду. Так. Как это можно было такую ошибку допустить? Воробьева, опять же, поставили мэром города, ну, или главой администрации. Угу. Слушайте, там же выборы были. И недалеко... Какие выборы назначили? Алексей? Нет, ну, послушайте, Сергеев-Пасад, это вообще очень проблемный район, мы это знаем, да, он там первый по долгам за транспорт, первый по долгам по ЖКХ. Вот, это действительно... По искусственным созданным вопросам. Вот, там действительно очень большие проблемы с этим районом, и я думаю, что... Человек, который начал разваливать город и район, вернее, район и город. Да, вы помните еще об убийствах, да, в том числе руководителя, да, там главы города. Вот, я думаю, что Сергеев-Пасад, конечно, еще до него руки дойдут у областной власти. Вот так вот. Ну, это очень долго доходит. Да, мне нравится такой прогноз, руки дойдут еще в область до 7-го сада власти. Нет, недавно, я позволю себе дополнить, недавно дошли, вот там была эта схема, пытались ее применить, бюджетник плюс 5, да, каждый бюджетник приводит на выбор. Как раз там... Да, да, да. Ну, так вот, вмешательство областной власти, тут тандем получился, областной власти и областной избирательной комиссии. Зачем областная власть, зачем Шойгу поставил нашего администратора? Ну, послушайте, я вам говорю о том, что вмешательство областной власти помешало реализовать, ну, такую сомнительную схему на выборах. Вмешательство Воробьева уже, а не Шойгу. Вот это факт, который мы отслеживали и за который я, так сказать, могу ручаться, что именно вмешательство областной власти и областной избирательной комиссии... Его надо не только убирать, его надо сажать. Ну, знаете, это, там, давайте полномочия судов себе не присваивать. А суды и прокуратура под ним. Ну, Евгений, вот Алексей вам сказал, что, наверное, просто еще руки не дошли у областных властей до Сергеева Посада, так что надежда есть, вы не расстраивайтесь. Уже 20 лет доходят, 20 лет. Ну, есть главы, которые сидят даже больше 20 лет, это если вас может успокоить. Могу даже назвать имена и районы. Я думаю, что власти будут работать в этом направлении. На одни и те же грабли наступаем в седьмой раз. Понятно, понятно. Спасибо за вопрос, Евгений, спасибо. Насчет, все-таки вы выбранный глава там района. Сергей Посад, да? Да, да, так что напрасные претензии к Шойгу. Ну, давайте, Влад, даже если не про Сергеев Посад, поговорим просто, допустим, про какие-либо районы, там, Московской области. Очень много таких районов, где главы вызывают сплошной негатив у населения и при этом сидят не один десяток лет. И пока ничего не меняется. А, да какой Шойгу? 12 апреля 2009 года, вот смотрю в интернете, одержал победу на выборах главы Сергеева Посадского района. Может быть, речь идет о мэре города Сергеев Посад. Вот, так там вот как раз предыдущего-то мэра убили. Там как раз ситуация-то такая. Веселый, веселый регион, да, веселый регион. Хорошо, Дмитрий, значит, по поводу того, как будут проходить эти выборы. Вы говорите о том, что, значит, создан целый корпус. Коалиция. Коалиция, которая будет следить за этими выборами, за то, что они проходили честно и чтобы никто там ничего не химичил. Я правильно понимаю? Хорошо. Скажите мне, когда было принято и где было принято решение о создании этой коалиции? Это же было на днях, да? Нет, на днях это, так сказать, мы проводили уже форум, коалиция расширилась. А так решение было принято 23 июля, мы об этом заявили, в агентстве Интерфакс. Туда входит, значит, общественный совет «Честный выбор», который я возглавляю, рабочая группа общественной палаты по контролю за избирательным процессом и ассоциация гражданский контроль. Да. Мы осуществляем контакты с различными структурами, с некоммерческими организациями, с общественными палатами в большинстве регионов, в том числе в Москве. Я уже сказал об этом, так сказать, с господином Венедиктовым, мы сейчас будем поддерживать, да, связь. Но по Московской области развернута сеть, 30 групп наблюдателей наших совместных с гражданским контролем. Мы отслеживаем, так сказать, нарушения. Форум вот этот, кстати, показал, что и другие, помимо тех организаций, которые я уже назвал, другие организации тоже готовы здесь. А вот такая организация как «Голос». Активный участок. Единственная. Как «Голос». Единственная. На форум не пришла из значимых вот этих организаций, которые занимаются общественным контролем за выборами, только ассоциация «Голос». Хотя, так сказать, тоже приглашали. Почему? Объяснения есть какие-то? Вы знаете, я думаю, что здесь даже никто нам не бросал никаких вызовов на самом-то деле. Дело в том, что они же преобразовались из организаций в движение, с ними просто, так сказать, трудно связаться. У них, по-моему, даже нет сейчас офиса своего до сих пор. Ну, Дмитрий, несерьезная история. Почему? Потому что если стоит задача найти «Голос», я думаю, это не проблема, согласитесь? Нет-нет, мы их пригласили. То есть у нас были координаты. Я хочу сказать, что в данном случае я не хочу говорить об демонстративном шаге. Я допускаю, что это было связано с организационными проблемами. Хотя потом, так сказать, господин Милконян сказал, что снова создаются провластные наблюдатели, так сказать, объединяются, они будут там действовать. Все-таки. Но, но «Голос», значит, очень зовут Милконянц тоже в комментарии МК, очень сказал опасную вещь для него. Он сказал, что, значит, в МК, что, простите, что в Московской области достаточно одного наблюдателя на регион. Зачем, так сказать, эти специалисты по мониторингу и так далее? Я не представляю, на 7 миллионов человек, один, ну, из них, так сказать, 3 с лишним миллиона избирателей, один специалист по мониторингу на области. Это реальное заявление Милконянца. Странное немножко заявление. Ну, вот у него спросили, ему задала вопрос корреспондентка МК, очевидно, да, сколько нужно, значит, в регионе. Он сказал, ну, это явно много, одного вменяемого человека на регион достаточно. Я думаю, что при том внимании, которое к голосу есть у всех, это очень такое, во-первых, обязывающее, во-вторых, такое странное заявление, которое показывает интенсивность общественного контроля. И показывает, кстати, что их контроль, показывает, что вот раньше, допустим, они делали ставку на сбор нарушений, да, сколько соберешь, настолько ты успешен, да. Вот, видимо, таким образом они действуют и сегодня. Ясно, что такая сеть, она, то есть не такая сеть, а один человек, это не сеть, один человек на 7 миллионов жителей и на 3 миллиона избирателей невозможны совершенно пропорции, невозможны. Мы сейчас прервемся, вернемся в эту студию через несколько минут. Еще раз добрый вечер, это радио Финам-ФМ, частота 99,6, и говорим мы сегодня о выборах, которые состоятся 8 сентября в Москве, в Московской области. Говорим мы на эту тему с нашими гостями, это Дмитрий Орлов и Алексей Чадаев. И у нас, я хочу сразу со звонка, у нас Светлана уже давно ждет. Светлана, добрый вечер, мы вас слушаем, можете задавать свой вопрос. Здравствуйте. Я уже остановлю машину ради того, чтобы поговорить с вами. Я год назад променяла московскую прописку на Одинцовскую. Бывает. Да, и хочу вам сказать, как москвичка я бы пошла голосовать за Собянина. Хотя, например, мой муж, у него московская прописка осталась, он вообще не пойдет на выборы. Почему, не верит? Да, он не верит, он считает, что все предопределено, и, в общем, ходить туда незачем. Интересно. Я прописана в Одинцово, и мне на выборах представляется выбор между Воробьевым и, собственно, не тем. Ну, потому что остальные кандидаты, я их вообще, ну, то есть люди малоизвестные, и все. А с Воробьевым я была на личной встрече, которая проходила в Одинцовском районе Новая Трехгорка. Так. На этой встрече Воробьев раздал массу популистских обещаний. Например. Например, первое обещание. Не строить дом, против которого жители Новой Трехгорки очень много возмущались, писали писем. Застройщик СУ-155 воплощает в жизнь уплотнительную застройку. То есть там, где были паркинги многоярусные, они строят дома, там, где были дороги, они строят дома. Ну, в общем, везде, где можно, они строят 25-этажные дома. Понятно, да. И вот уже у жителей, да, лопнуло терпение, уже были все эти встречи, и Воробьев, значит, на встрече, так сказать, призванный решить все эти проблемы, сразу же с плеча кинул, что дома не будет последнего. И в итоге дом строят. В итоге дом строят, было, да, много встреч СУ-155, квартиры проданы, много вот этой лапши, что значит, людей некуда переселять и так далее. А это первое. Второе. Было еще одно популистское решение. Я вам дарю, так сказать, круговую объездную дорогу вокруг района. Но при этом он не проехал и не посмотрел, где пройдет эта дорога. Тут же люди закричали, что дорогу строить нет, где там лес. И он, конечно, сказал, что лес ни в коем случае не рубить, он с этим уже столкнулся везде. Люди только вот, чтобы лес не трогали. В итоге никакой объездной дороги нет. Более того, СУ-155 заявила, что сейчас вообще нет возможности построить там ее один участок, и это переложится на еще одного застройщика, который будет там насиловать еще оставшийся кусочек земли. Так сказать, трехгорка три. То есть не то, что... Он сказал, что будет объездная дорога вам к сентябрю. Сделали одну третью часть этой объездной дороги. Ну, понятно. Ну, да делаешь. Да, через три года, может быть, у вас там этот еще третий застройщик некий. То есть СУ-155, ну, хотя обязаны были они строить. Да. И последнее. То есть там еще было одно решение. Там сделать этому многострадальному району выезд на дублер Одинцова, который сейчас Путин посетил. Ну, поэтому вопросу также никакого решения нет. Также его якобы переложили СУ-155 на вот этого некого очередного застройщика Трехгорки-3, который еще не начат, а там Чистополе. Ну, вот, собственно, и все. Светлана, я понял. Никакие наши проблемы не решены. За Воробьева я идти голосовать просто. Не могу, он нас уже обманул. Ну, собственно, и больше голосовать не за кого. В общем, муж не идет голосовать за Собянина, вы не идете голосовать за Воробьева. Ну, если у нас есть глава против тех, я поставлю против тех, просто чтобы мой бюллетень никто не использовал. Нет, такого графа. Нету у нас такой графа. Нету у нас уже убран. Понятно. Ну, Воробьев уже проявил себя как популист, не вникающий на самом деле в суть проблемы. Просто так вот по верхам, чтобы понравилось. Но на самом деле он будет решать, по моему мнению, вопросы бизнеса. Я понял, Светлана, я все понял. Светлана, не буду защищать сейчас Андрея Юрьевича Воробьева. Я просто попытаюсь сейчас, знаете, что вам рассказать. Вот, смотрите. Жители Московской области очень не любят, когда их дома находятся рядом с мусорными полигонами. И когда они... Да, да, да. Сейчас, секундочку, секундочку, Светлана. Мусорный полигон он решает якобы. Светлана, вот секундочку. Но когда людям говорят, что мусорные полигоны мы закроем и откроем на территории Московской области современные заводы по переработке мусора, все тут же голосуют за. Но в тот момент, когда приходят к людям и говорят, что вот по плану вот этот самый суперсовременный завод по переработке мусора будет находиться недалеко от того места, где вы живете, все тут же становятся против. Понимаете, да какая история? Теперь, что касается домов. Не для проживания, а для дальнейшей перепродажи. И такое бывает. Очень хорошая цена. И там большая часть инвестиционных квартир. Ну что делать, если люди вложили свои деньги? Ну если человек говорит, что дома не будет, при полном зале, понимаете, человек говорит, дома не будет. А потом через два месяца он все-таки говорит, что нет, он будет. Зачем он давал это непродуманное обещание? А может быть он реально хотел положить конец этому, а потом когда... Ну так если он хотел и не положил, понимаете? Ну а потом начал вникать в проблему и понял, что это непросто сделать. Прежде чем дать обещание, понимаете, надо подумать, а можешь ли ты его выполнить? Согласен. Обратите внимание, вот когда речь идет о Воробьеве, то тут же немедленно всплывают очень конкретные точечные истории. Вот здесь дома, вот здесь дорога, да? А в отличие от московской компании, которая там про коррупцию во властных структурах и, значит, еще про какие-то космические темы бесконечно далекие. Ну коррупции очень много в области московской. Тот же Гладышев, которого все Одинцовки называют Гладышев, но никто его не убирает. Хотя все знают, в общем-то, что он уже 20 лет. Обратите... Вот я живу в Одинцово год всего, да, и уже... Понятно. Обратите внимание, что во всех конфликтах Трехгорка не просто не исключение, а как раз наиболее, может быть, показательный пример. С двух сторон есть протестные группы. Одни против строительства, другие против его запрета. Та же история была, например, в Селятино, когда тоже было принято решение о том, что четыре дома не будут строиться. Тут же немедленно возникла инициативная группа, люди вышли с плакатами. Вот то, о чем говорил Роман. Любое серьезное решение, особенно вот в таком проблемном регионе, вот оно так или иначе оставляет недовольных. Не тех, так этих. Не тех, так этих, понимаете? Единственный способ понравиться всем это, не делать вообще ничего. Я думаю, это не путь для Воробьева. Да, Алексей, но здесь вот, Светлана, сейчас секундочку. Я вам назвала три примера. Да, мы понимаем. Ну, это первая. Вторая дорога, ее тоже не построили. Дорогу достроят, не сомневайтесь. Просто там, знаете, в чем проблема? Там проблема в том, что эта дорога проходит по частным землям. И нужно принести... Не правда, там дорога под ЛЭП. Там дорога под ЛЭП, ее нарисовали на всех картах, а реально очень дорого ЛЭП закапывается. Еще раз, дорога... У этой дороги есть несколько собственников. Вот, и задержка со строительством дороги, временная, замечу, задержка связана только с одним. Это с тем, что не получается, не получается быстро применить вот эту вот норму об изъятии земель. Алексей, а вот вы мне знаете, что служите. Я прошу прощения, вы имеете в виду выезд на северный обход, дорогу, или выезд районную? Объездную я имею в виду. И районную, и выезд. Выезд вот конкретно от нашего района проходит по лесному массиву. Там нет никаких собственников. Это 500 метров. Мы пешком туда ходим. У любой земли есть собственник. Правильно. Что касается лесов, то они сейчас передаются из федерального в областное подчинение, и это тоже непростая история. Это крайне тяжелая история. Не бывает быстро, к сожалению, вот такие вопросы собственности решаться. И хуже бывает, когда строят дорогу, не оформив собственность, а потом не могут ее эксплуатировать. Алексей, вот такой вопрос. Я вот сейчас играю на стороне Светланы. Вот скажите мне, а вообще это нормально, когда губернатор облетает Московскую область на вертолете и решает проблемы? Там жителей Селятина, в Жуковском, в Можайском районе, в Щелково, в Красногорске и так далее. Знаете, как называют, Андрей Юрьевич? Вот так, между нами. По секрет всему свету. Волшебник в голубом вертолете. Это вот то самое пресловутое ручное управление областью. Это нормально? Это, конечно, антикризисный режим управления, потому что, ну, собственно, вы обратили внимание даже в речи Светланы, основные-то претензии, все претензии, которые она адресовала губернатору, на самом деле адресуются, конечно же, руководству муниципалитета. Это касается и точной застройки, и дорог. Совершенно верно. Но губернатор это как бы высшее должностное лицо в области, поэтому все именно к нему и адресуются. Они пошли к нему, потому что до этого они лет пять ходили к главе. И действительно на Воробьева обрушился такой целый вал застарелых многолетних проблем, которые он, ну, не всегда это получается, но он совершенно точно старается их решать как можно более быстро. Вот, разумеется, разумеется, когда уже он станет губернатором, поэтому я, собственно-таки, Светлана, предлагаю еще раз подумать. Вот, да, чем сильнее будет областная власть, тем легче будут решаться те вопросы, о которых вы говорите. Вот, то, конечно, для того, чтобы уже вот, нужно будет уже строить систему. То есть нельзя будет вот так вот ежедневно летать и в личном ручном режиме вкручивать лампочки. Я думаю, что этого он делать не будет. Он как раз и будет строить систему, иначе не налетается, называется. Да, Дмитрий, пожалуйста. Да, хотел бы возразить, что, на самом деле, есть, конечно, элементы ручного управления, и в регионе сложном и проблемном с точки зрения инфраструктуры это неизбежно, между прочим. Вот, но все-таки как раз Воробьев-то относится к числу людей, которые мыслят системной перспективой. Давайте вспомним, что, в общем, едва заняв пост, значит, исполняющего обязанности, он анонсировал большую программу. Наши Подмосковья. Наши Подмосковья, да. Да, наши Подмосковья, там, так сказать, приоритеты обозначены, и это довольно, так сказать, основательный документ. Там есть, так сказать, долгосрочные ориентиры, вполне, так сказать, ясные. Не каждый руководитель региона... Надо отдать ему должное, некоторые обещания он уже реализовывает. Да, да, некоторые, далеко не каждый руководитель региона столь незначительный, а он спустя три месяца, насколько я понимаю, уже имел эту комплексную программу. Не каждый руководитель региона такой программы имеет. Поэтому я полагаю, что просто жителям многим, которые особенно сталкиваются с проблемами текущими, кажется, что руководитель действует в режиме ручного управления. Вот он то обещал, а это не сделал, а это пообещал. На самом деле, он достаточно перспективно мыслящий человек и перспективно действующий. У нас еще один звонок. Сергей, мы вас слушаем. Добрый вечер. Что этот лист учит? Сергей, россиянин. Это самый... Я для себя внес в черный список всех кандидатов, кто свои кандидатуры выставил против Собянина. Против Собянина? Против Собянина, да. Так. Черный список – это еще ничего. Слава богу, что не расстрельный. Нет. Дело в том, что вот не озвучивают суммы, какие тратятся государства на эти выборы. А этим людям, они понимают, что не выиграют совершенно. Им просто надо на политической арене побыть, посвятиться немножко. Даже Навального немножко начал уважать, но после этого и его перестал. А можно узнать, после чего перестали уважать Навального? Ну, что он выдвинул свою кандидатуру на выборы. Он бы отказался от них, ведь всем известно, всем понятно, что Собянин останется. Нет, надо показать демократичность нашей страны, что мы вот такие выборы. А вы на выборы пойдете, Сергей? Вы пойдете на выборы? Нет, естественно. Я сказал, за никого не буду голосовать. Просто соцопрос бы провели, десятки раз меньше денег потратили и оставили Собянина до следующих выборов. А вот следующий бы провели подготовленными. Все понятно. А сейчас смысл деньги тратить? Все понятно. Вот смотрите, друзья, тут вот данные, значит, социологического опроса, который провел Левада-центр. 61% опрошенных уверены, что мы увидим лишь имитацию борьбы, а распределение мест в законодательных органах будут зависеть от решения властей. Только 26% опрошенных думают, что, возможно, реальная борьба за власть. Вот вам, пожалуйста, Светлана нам позвонила, сказала, что муж не пойдет на выборы в Москве, она не пойдет на выборы в Подмосковье. Может быть, правда, у Алексея получилось ее переубедить, и вот еще звонок, и тоже на выборы не пойдет. Вот что делать с такими цифрами? Ну, видите, предсказуемость итогов выборов, которая очевидна в Москве и в Московской области, хотя, как видим, интриги еще сохраняются, она не имеет ничего общего, во-первых, с неконкурентностью, неконкурентным началом, потому что конкуренция достаточно высока. И есть, так сказать, кандидаты номер два, да, на сегодняшний момент номер два, которые представляют собой достаточно ярких политиков, это первое. Во-вторых, не везде так, как в Москве и Московской области. В целом ряде регионов проходят выборы, и благостная, прямо скажем, столь благостная картина, она далеко не везде, есть Ярославль, есть Екатеринбург, есть Владимирская область, там ситуация у власти и правящей партии намного менее, так сказать, благоприятная, там идет реальная жесткая, так сказать, борьба с политическими оппонентами. Поэтому я думаю, что все зависит от степени вот дифференциации политического поля, его, так сказать, от того, насколько активно в том числе работает оппозиция. — Дмитрий, очень коротко, вот цитата. «Московская область становится центром, из которого исходит запрос на честность, законность и адекватность избирательного процесса». Это ваши слова? — Да, мои, подписываюсь. — В чем адекватность? Почему именно из Московской области? — Ну, я приведу пример. — Очень коротко, у нас минутка осталась. — Приведу пример. Сергей Фасад уже приводил. Пушкинский район, значит, Царевский там такой, там целый ряд партий жаловались на то, что не зарегистрировали их кандидатов. Мы активно в этом, надо сказать, приняли участие, несомненно, коалиции наблюдателей. Но там активно вмешались губернатор и избирательная комиссия. И очень быстро проблема с законностью была восстановлена. В течение буквально нескольких дней. Я считаю, что это пример адекватности. — Все понятно, да. Друзья, ну что, будем подводить итоги. Что я хочу сказать? Мне, конечно, ну я не первый раз слышал о том, что люди не верят в то, что там, собственно, выборы пройдут честно. При этом очень многие говорят, что они не пойдут голосовать вообще. Я думаю так, что на самом деле моя позиция такова, что голосовать нужно в любом случае. Если мы хотим каких-то изменений, то уж точно мы должны высказать собственное мнение. И потом, высказав это мнение в пользу того или иного кандидата, мы должны уже потом требовать, собственно, реализации его предвыборных обещаний, его предвыборной программы. Потому что если мы просто не будем ходить и думать, что кто-то, как волшебник, решит все наши проблемы, наверное, вряд ли что-либо получится. Это была программа «Искусство возможного». Встретимся через неделю. Продолжение следует...